После приобретения TV-бокса, стандартного пульта, которым он комплектуется, оказывается недостаточно для комфортного управления. Расскажу о геймпаде, с помощью которого я произвожу управление. Также покажу, как его подключить, настроить, переназначить кнопки. Ну и думаю, многим будет интересно посмотреть, что у него внутри. Это один из немногих геймпадов из дешевого сегмента. С помощью него можно производить управление разнообразными Android-устройствами. К примеру, тем же TV-боксом, смартфоном, планшетом или смарт-телевизором. Его можно подключить к компьютеру или ноутбуку, а также к PlayStation. Драйвера устанавливаются автоматически, и гаджеты легко находят и подхватывают этот геймпад. В комплекте моего геймпада шли приемник, USB-мини-адаптер и держатель для смартфона. Также можно приобрести комплект с адаптером-переходником с разъемом типа C. Покажу, для чего нужны эти адаптеры и как приспособить геймпаду смартфон. Ну и сюда смартфон. Теперь адаптер. И к нему приемник. Запускаем, к примеру, игру и играемся. У меня играться не будет. Вы догадались почему? Потому что для того, чтобы заработал геймпад, нужно в него вставить две батарейки или два аккумулятора. Устанавливаем. Я установлю две батарейки. Батарейки пальчиковые, номинала 2А. Закрываем. Снизу есть кнопка, с помощью которой геймпад включается. Видим два красных мелькающих светодиода. Это значит, что геймпад включен. Но он либо не нашел и не подключился к приемнику, либо приемник не подключен, к примеру, к TV-боксу. Подключаем. Можно подключить в любой USB-порт. При этом геймпад работать будет. Я рекомендую подключать к USB 2, над которым написано OTG. Так как если вам понадобится подключить к TV-боксу флешку с фильмом, флешке может понадобиться более скоростной интерфейс, для того, чтобы не было тормозов и зависаний при просмотре контента. Геймпад подключается к приемнику моментально. Видим, что постоянно горит один светодиод. Ну и теперь можно производить управление в интерфейсе TV-бокса. Либо если вас устраивают дефолтные настройки, включить игру. Давайте теперь его рассмотрим. Слева находится крестовина. Справа расположены кнопки, которые можно перепрограммировать. Внизу расположены два джойстика, у которых есть кнопки, которые также можно перепрограммировать. Посредине находятся кнопки Select, Start и Home. Это функциональные кнопки. Также перепрограммируются. Сверху расположен индикатор, о котором я уже рассказывал. И сзади расположены шифты. Рога удобно лежат в ладони и не скользят. Достаточно все удобно. И нигде ничего не лифтит. Давайте посмотрим, что у него внутри. А затем соберем и перепрограммируем пару кнопок. Корпус геймпада состоит из двух частей, которые нужно рассоединить. Для этого нужно открутить 7 саморезов. Теперь откручиваем саморез, который удерживает плату с джойстиками. Вся электроника расположена с обратной стороны нижней платы. Вот что мы имеем в итоге. Обычно разобрав девайс, я смотрю на пайку. Здесь все нормально. Соплей нет. Также нет неотмытого флюса или кислотного налета, который достаточно часто можно увидеть на платах электроники, которую собирают в Китае. И если не почистить плату и не убрать налет, через некоторое время могут прийти в негодность дорожки, после чего девайс станет неработоспособным. Также радует то, что на плате нет электролитических конденсаторов. А теперь сборка. Как вы думаете, соберу или лучше купить новый? Сейчас я покажу, как переназначить кнопки. Для этого воспользуюсь своим смартбоксом Огус. Я открыл меню настроек и хочу в левой верхней шифтовой кнопке назначить функцию возврата. Сейчас вы видите, что нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. Итак, для переназначения кнопки необходимо зайти в меню настройки устройства ввода. Вверху справа можно увидеть, что TV Box определил геймпад как Microsoft Xbox 360 Pad. Кликаем добавить кнопку и нажимаем ту кнопку, которую нужно запрограммировать. Из этого меню выбираем основные кнопки и здесь Back, то есть назад. Теперь это нужно сохранить. Переподключаем приемник. И проверяем кнопку. Аналогичным образом можно запрограммировать все кнопки. Если вы в разных играх привыкли использовать разные комбинации кнопок или, к примеру, в игре используете определенный функционал для группы кнопок, который отличается от функционала при просмотре фильмов проигрыватели, можно использовать разные профиля. Смотрите, как это сделать. В настройках выбираем настройки геймпада. И давайте кнопке Y присвоим функцию, которая выполняется при нажатии на кнопку Start. А кнопки Start, то функцию, которую выполняет кнопка Y. В общем, поменяем функции кнопок местами. Перехожу на кнопку Y. И на геймпаде нажимаю кнопку Start. Аналогично перехожу на Start. И теперь на геймпаде нажимаю на Y. Сохраняю профиль. И после сохранения можно будет с помощью пары кликов выбрать профиль. То есть в разных играх или приложениях одной и той же кнопкой вы сможете производить разные функции. У геймпада есть спящий режим. И он включается, если в течение трех минут не нажимать кнопки или не дергать джойстики. Выйти из этого режима можно нажав на кнопку Start или Home. А сейчас, друзья, хочу напомнить, что завтра 11 ноября. День огромной распродажи и скидок на Алиэкспресс. И так как я приобрел этот геймпад именно в одном из магазинов на этой площадке, я укажу под роликом ссылку, где его можно приобрести. И, естественно, с хорошей скидкой. Оцените этот ролик, если он вам был полезен. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч.